Ежегодно в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетними гражданами и обеспечения их занятости в летний период организуется трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет. На территории Артемовского городского округа действует постановление администрации от 7 октября 2010 года номер 1237 об утверждении долгосрочной целевой программы молодежи Артемовского городского округа на 2011-2013 годы. В соответствии с данной программой на трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2011 году из местного бюджета выделено 350 тысяч рублей. Вышло и постановление администрации Артемовского городского округа от 4 апреля 2011 года. Называется оно об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и свободное от учебы время. С целью соблюдения трудового законодательства для работодателей с Центром занятости населения совместно с Комитетом по делам молодежи администрации Артемовского городского округа 27 апреля 2011 года был проведен семинар для работодателей. На этот семинар были приглашены представители Управления социальной защиты населения, представители Центра эпидемиологии по Свердловской области в Артемовском и Рижевском районах. И также был приглашен председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На этом семинаре обсудили все вопросы, связанные с трудоустройством несовершеннолетних граждан, как будет проходить в летний период трудоустройства, обсудили все виды работ. То есть все вопросы были обсуждены на этом семинаре. В настоящее время Комитет по делам молодежи ведет заключение договоров с работодателем. Трудовые лагеря начнут работать уже с 10 мая. Все желающие могут обращаться в Комитет по делам молодежи в 33 кабинет, либо по телефону 244-76. Также вы можете обратиться в Центр занятости населения, и в Комитет по делам молодежи, и в Центре занятости. Вам будут выданы список документов, которые будут необходимы для работодателя, и направление на медкомиссию. Согласно законодательству и правовым актам, рабочий день подростков в возрасте 14-18 лет не должен превышать двух часов. Исходя из минимальной оплаты труда и количества отработанного времени в часах за две недели своего труда, каждый несовершеннолетний получит порядка тысяч рублей.